А теперь о проблеме, с которой наверняка сталкиваются в некоторых городах Беларуси. Но явно она обозначилась в Могилеве. Развалины, частично превратившиеся в ночлежки. Так описывает сегодня житель один из гаражных кооперативов. 2500 боксов близки к аварийному состоянию. У кооператива долгая история о том, что кто-то из родственников строил здесь гараж 70-х. Нынешние владельцы могут просто и не знать. При этом боксы не подпадают под новый закон о ветхом жилье, после выхода которого судьбу, например, заброшенных домов по всей стране решают местные власти. Госконтроль предлагает внести поправки, люди решить по закону. Елена Соловьева разбиралась. Да, да, опасно все. Все опасно. И может в любой момент обрушиться. О разрастающейся проблеме стали говорить еще пять лет назад. В таком плачевном состоянии здесь около тысячи боксов. Еще полторы приближаются. Жители Могилёва кооператив «Спутник-2008» называют кладбищем гаражей. Госконтроль – самым опасным объектом в городе. Вот мусор, который находится на территории гаража. Собственник, который не является членом кооператива, он обязан убирать свой гараж. Этот мусор. Кооперативу приходится за это платить штрафы. И таких гаражей сотни. История «Спутника» тянется еще с 70-х, когда автомобиль был скорее роскошью, чем средством передвижения. Горожане всеми путями стремились раздобыть место для своих «Жигулей» или «Запорожца». Когда машины утратили актуальность, освободились еще две с половиной тысячи боксов. Их владельцы даже не застали момент формирования именно кооператива в 2008-м. Просто перестали пользоваться и пропали. Можно пойти через признание вещи бесхозяйной, через признание наследства выморочным, через понуждение владельцев гаражей к приведению их имущества в надлежащее состояние. Существуют правовые механизмы. Их должны реализовывать местные органы власти во взаимодействии с кооперативом. В администрации района уверяют – делают все, что могут. Сейчас, например, собирают сведения о бывших хозяевах. А пока готовы помочь техникой раза два-три в год, когда в «Спутнике» объявят субботники. В БТИ проведена работа в плане выявления собственников разрушенных гаражей. Они сделали большую работу, предоставили списки, по которым сейчас начинаем искать хозяев, давать предписание, чтобы люди восстанавливали свои гаражи и наводили порядок, то есть убирали мусор. Были и инциденты. Когда сформировался кооператив, сюда приходили очередники на получение участка для строительства гаража. Им предлагали строиться на месте развалин. Люди возводили боксы, а спустя какое-то время объявлялся прежний владелец и предъявлял претензии. Необходимо упростить порядок, максимально упростить порядок ликвидации полуразрушенных и разрушенных гаражей, либо приведение в надлежащее состояние вот таких объектов. По аналогии, вот к примеру, с ветхими жилыми домами, где эта процедура является наиболее оптимальной и простой. Новый указ о ветхих и пустующих домах, подписанный в начале сентября, серьезно облегчил процедуру наведения порядка на земле. Согласно документу, пустующие признают ту постройку, в которой никто последние три года не живет ни одного дня. Это фактически отменило годы поиска хозяев и сотни запросов в милицию, БТИ, налоговую, социальные службы. Похожего решения ждут и здесь. Каждый раз споры и вопросы, что делать, становятся все эмоциональнее во время коллективного погашения штрафов за грязь. А их делят на всех, в том числе добросовестных участников кооператива. Надо что-то решать с этими гаражами. Просто груда, мусор, свалка. Та же самая пожароопасность. Мы не просим за нас убрать там свалки. Мы просим, пожалуйста, помогите нам сделать это все законно.